Районная и городская администрация культуры и спорта служите примером для других детей и взрослых нашего Углического муниципального района. Если говорить о перспективах, то мы имеем хорошие перспективы в плане материальной базы. Сейчас принята областная целевая программа по развитию физической культуры и спорта. И Углический муниципальный район очень достойно пошел в эту программу. Программа рассчитана до 2014 года. И за это время на территории нашего района должны быть построены спортивный комплекс с плавательным бассейном и скрытым катком и спортивные площадки в каждом сельском поселении. Таких вложений в материальную базу не было уже давным-давно. Поэтому я поздравляю всех здесь присутствующих с заслуженными наградами. С праздником! На сцену поднимались угличане, достигшие результатов на областных, региональных и всероссийских соревнованиях, а также их тренеры. Шахматы, тайский бокс, зимний палеотлон, самбо, кудо, акробатика, баскетбол – вот те виды, которые в уходящем году принесли славу углическому спорту. Люба, мы поздравляем вас с заслуженными наградами и с кандидатом в мастера спорта, и со званием лауреат спорта. Скажите, какое у вас сейчас настроение, что вы сейчас испытываете, какие впечатления испытываете от этого праздника? Не знаю, какой-то восторг, какие-то приятные очень ощущения, потому что это все-таки спорт, и очень сложно добиться чего-то. У нас очень плохие условия, но тем не менее вдохновляет все равно и город, и то, что ты выступаешь за углич. Вот сейчас Люба для меня, она, конечно, самая лучшая ученица, самая трудолюбивая. Вот таким, в самом деле, надо дать грамоту, бойцовый такой характер у ней, сила воли. Ну, она, конечно, самая настоящая лидер. Позвольте и Любу, и вас поздравить с этим высоким званием лауреат спорта, пожелать всего доброго и, конечно же, новых будущих успехов. Спасибо, будем надеяться. За своих детей, конечно, радовались и родители. Я мама Ильи Кузнецова, мой ребенок занимается в спортивном клубе «Витязь» уже второй год. Вот сегодня нас награждали как лучший спортсмен года, что очень приятно и радует. Какие у вас впечатления, что вы можете сказать про этот вечер? Вечер очень такой хороший, как организационная программа, на высоком уровне. И, конечно, очень приятно, что наших детей выдвинули на такие престижные премии. Первый раз на самом деле на таком мероприятии, но очень понравилось. Было приятно видеть всех тех, кто делает спорт и физическую культуру в нашем городе. И хотелось бы еще раз всех поздравить. А 21 декабря уже в развлекательном центре «Лада» собрались многие из тех, кто был на вечере в Солнечном. К ним добавились команды футболистов от юношей до взрослых, специалисты спортивного ориентирования и представители силового троеборья, победившие на областных соревнованиях. На этом празднике чествовались лучшие коллективы территориального общественного самоуправления и команды, участвовавшие в городской спартакеаде, а также самые активные спорторганизаторы. Я вас всех хочу поздравить с этим праздником. На самом деле за последние три года, тяжелые последние три года, наверное, с материальной базой было сложно и туго. Но постарались, по крайней мере, сохранить все наши поездки, скажем, все то, что обязательно. Ну, буквально вчера был в департаменте спорта, и вы знаете, что у нас был в Угличе губернатор. Начали прорабатывать проекты, интересные проекты. Это на Северном комплекс. Это ФОК, Ледовый дворец и плавательный бассейн. По лыжникам проработан вопрос. По базе тоже, это у нас где механка, вот Волгская-3. Там часть дома, значит, именно готовят под помещение для наших лыжников. У нас лыжники ютятся сегодня в техникуме. И вот вроде бы проработан вопрос, тоже там будут большие помещения, где спокойно, нормально они смогут работать. Ну, то, что касается ФОКа и нашего стадиона, по стадиону, считаю, нам нужно доделать домики, которые все-таки не доделали. Это для футболистов, чтобы могли принимать здесь. Вот. А все остальное, базу будем только нарашивать, уменьшать ее не будем. Ну, ладно, это в двух словах, наверное, то, что пока еще нигде ничего не озвучивалось. Вообще, вас я хочу поздравить с праздником, пожелать побед, пожелать здоровья, сегодня хорошо отдохнуть и всего доброго всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok